Здравствуйте, мои дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Я, дама Светлана Касьян, и сегодня с нами один из самых лучших талантовых психологов Юлия Воронина. Юлия Воронина также является психологом для всех артистов. Помимо психологического образования, у Юлии еще музыкальное образование. Юлия, добрый день! Добрый день, Света! Спасибо большое за приглашение. На самом деле, я думаю, что те темы, которые мы сегодня будем поднимать, они очень важны и значимы для всех артистов, для всех певцов и других публичных людей. Поэтому, думаю, будет всем очень интересно. Начинаем мы наш эфир с темы «Колеса баланса». Это очень важная тема, и не только в артистической среде у меня огромное количество талантливых, замечательных, успешных коллег, которые состоялись профессионально, у которых замечательные контракты по всему миру, поют, выступают, очень хорошо зарабатывают, 40-45 лет, 50, а потом в какой-то момент они понимают, что у них все остальные сферы жизни в провале. Их накрывает определенная пустота, и вот это употребление следовать за своим идеалом, который нам практически всем задаст в этом учебном заведении, Мария Калос, которая была одной из выдающихся оберных девиц. Да, она делала самое лучшее качество, выдавала в предыдущем, была самая несчастная женщина. И я хотела бы нашим эфиром помочь молодому поколению немного сместить свои ориентиры, не следовать так слепо с таким вот идеалом, потому что в итоге это может привести к определенной любой пустоте в тоже определенный период жизни. И я рада, что я вовремя это осознала, когда ты понимаешь, что помимо профессиональной сферы очень важна и личная жизнь, и вот это вот колесо баланса. И я хотела, чтобы Юля, этот психолог, нам рассказала о значении всех сфер жизни и как важно соблюдать баланс в каждой сфере жизни. Ну, конечно, артисты, да, когда мы готовимся к карьере, когда мы уже карьеру свою строим, очень часто фокус внимания, и это правильно направлен на развитие карьеры, на развитие своего профессионализма, мастерства. У каждого есть ориентиры, куда они двигаются, есть мечты, куда они двигаются. И бывает так, что мы все свое внимание, все свои силы, всю свою энергию направляем только в это русло, профессиональное. И в какой-то момент начинаем ощущать, что чего-то не хватает. Вроде все делал правильно, вроде строил карьеру, вроде уже добился каких-то результатов. В какой-то момент понимаешь, что чего-то в жизни не хватает. Не хватает красок, да, в других сферах жизни. И в какой-то период артисты часто бывает, начинают задумываться о семье, о детях, и уже не понимают, как их писать, в тот быстрый ритм жизни, когда все расписано, когда есть куча планов, и ты не понимаешь, как это можно вписать, как вообще это можно совпестить, если до этого я всю жизнь посвящала только своему профессионализму. И на самом деле я не могу сказать, что это правильно или неправильно. Все люди, они абсолютно разные, очень разные. Помимо того, что у каждого есть свои приоритеты и свои ориентиры в жизни, они также могут в течение нашей жизни меняться. И на каком-то этапе жизни, когда мы учимся в учебных заведениях, когда мы начинаем карьеру, конечно же, наш фокус внимания больше направлен на развитие карьеры, развитие профессионализма. В какой-то этап жизни мы можем почувствовать, что мне хочется прокачать другую свою сферу жизни, мне хочется уже семью, мне хочется партнера рядом, мне хочется развиваться в каких-то других аспектах. И здесь самое важное все-таки прислушиваться к себе, не отметать вот эти моменты. Потому что, когда мы в эту гонку погружаемся, карьера, 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 развитие, деньги, профессия, мы полностью как будто бы отрубаем другие сферы. И здесь я предлагаю очень внимательно слушать себя. А что мне еще важно? То есть стараться расширять свое общение, расширять свои интересы, помимо какой-то одной сферы. И чувствуя, наблюдая за собой, а что меняется в этот период жизни для меня? А что мне сейчас не хватает? А что мне сейчас больше всего хочется? И бывает так, что много-много контрактов и работы, и я понимаю, что я уже устала. Но в этой гонке я забываю прямо почувствовать о себе. Я нахожусь в этой гонке, а это такая все время стрессовая ситуация, я не успеваю восстановиться. Если я не восстанавливаюсь, я не могу даже слушать себя. А что же я на самом деле хочу? Что для меня ценно и важно? И вот это тот, наверное, самый главный вопрос, который следует себе задавать постоянно. То есть это такой навык, который мы вырабатываем. А что для меня сейчас ценно? А что для меня это значит? Что я хочу сейчас, в данный момент? Задавая себе этот вопрос, мы постепенно приучаем себя опять же слушать свои внутренние желания. И в какой-то момент вы можете понять, что вот здесь вот мои внутренние желания не совпадают с тем, что я делаю, не совпадают с тем, что навязано мне извне. То есть мы слепо начинаем верить, что вот так правильно, так хорошо. И где-то теряем вот эту вот связь с собой. Вот если вы начнете с сегодняшнего дня задавать себе три главных вопроса. Что сейчас происходит? Что я чувствую? А что я на самом деле хочу? Простые вопросы. В течение дня можно несколько раз себе их задавать. Постепенно вы начнете лучше чувствовать, осознавать себя. И вы поймете, что в вашей жизни есть, допустим, не только карьера, есть и другие вещи, которые вас наполняют, которые дают вам вот это вот ощущение наполненности жизни, удовольствия от жизни, радости от жизни. Может оказаться так, что в этот период жизни для вас важна, и это реально для вас важна, только карьера. Это тоже нормально. Но будьте с собой очень честными, будьте с собой откровенными. Сейчас карьера. Но если появится другой период, и для меня будет еще что-то важное, впустить это в свою жизнь, но в первую очередь начинайте с себя, разрешите себе об этом задумываться, потихоньку впуская и расширяя вот эти горизонты. Очень важные слова, Юля сказала, потому что вот в нашем формировании очень часто можно заметить, как бы не специально, конечно, это делают и профессора, и окружающие нас люди, которые формируют так же и как спортсменов, и артистов, то есть в других сферах, в других профессиях так же. Снижение важности получается на личную жизнь, на вот даже у нас, у женщин, на женское счастье, хотя все это в важной сфере, и вот правда, если прислушиваешься к себе, ты понимаешь, что ты помимо всего прочего, ты еще и женщина. Юля, мы с тобой уже не первый год работаем, тебе уже очень много помогало, показала определенные практики, которые помогают мне в моей профессиональной деятельности, тем не менее, я периодически провалилась в какие-то свои старые установки, например, недавно у меня была очень важная, опять, слово, это важность, постановка, на которой принимали на красаву участие самые талантные режиссер, дирижер и очень сильный состав в нашем касте, и на все репетиции приходилось все руководство, дирекция театра, и на первых же репетициях я почувствовала определенное напряжение и даже страх, опять провалившись в те старые свои ощущения, которые мы, казалось бы, уже проработали с тобой. И это же касается и каких-то таких важных публичных выступлений, когда ты поешь на какой-нибудь там сцену мира класса, хай-класса, ан-класса, как у нас любят говорить, или там у человека какое-то публичное, очень важное выступление в университете какое-то, или в банке, или в других каких-то сферах. Как справляться с этим волнением, потому что даже я, человек, уже опытный, прошедший с тобой определенные уже практики, на какое-то мгновение провалилось эти ощущения, страх, переживания, которые мешают выдать качество, мешают правильно функционировать все наши мышцы, например, и в спорте, и в балете, и в пении, это и в связке, это и концентрация, когда 4-й страница наису текста, ты должна качественно исполнить задачи режиссора, а какие-то моменты такие парализуют тебя буквально, и ты теряешь в качестве, ты очень сильно теряешь, ты никому не докажешь, что я могу лучше. То есть я уже вспомнила все наши практики, я проработала их, и очень благодарна тебе, благодаря этому мне удалось хорошо отработать контракт, выступить, и донести свое творчество до зрителя, до наших замечательных моих коллег, и дирижера, режиссера, и надеюсь, что и руководство было довольна. В общем, но с этим сталкиваются все мои самые даршторматовые, сильные, замечательные коллеги по всему миру, и в разных театрах мира, и огромное количество вопросов, и одних подписчиков ходят, страх, реализующий перед публичными выступлениями уже за три дня, который лишает тебя сна. Свет, ну, ключевое здесь слово, конечно же, это важность. Как только мы слышим, как только мы какому-то событию, какой-то встрече придаем большое-большое значение, оно становится для нас таким огромным, тяжелым, и мы на этом фоне начинаем себя автоматически чувствовать маленькими и беззащитными, да, и что здесь можно делать, да, почему мы эту важность придаем. То, что мы говорили в начале, да, про то, как формируется наше отношение к карьере, к профессионализму, это такое мега что-то крупное и большое для меня, я начинаю туда вкладывать много сил и энергии, там есть определенные требования, рамки, правила, по которым мы постепенно хотим, хотим соответствовать лучше, 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 лучше. И тем самым мы каждое событие, значимое для меня, превращаем в что-то такое мега огромное, которое равносильно тому, что если это пройдет плохо, если я здесь ошибусь, если я буду неуспешен, неудачен, то это равно крах моей карьере, это равно крах вообще всей жизни. И как можно чувствовать себя свободно, раскованно и уверенно, когда я вхожу в событие, а оно таким комом висит, оно очень сильно давит на меня, я автоматически сжимаюсь, то, что ты сказала, да, очень сложно справиться. Волнение само по себе – это нормально, но когда оно зашкаливает и вырастает вот таких огромных размеров, наше тело в первую очередь пытается справиться со стрессом. И что во время стресса происходит? Во время стресса наш организм мобилизуется, все силы подгоняет, а наш организм напрягается. И пока мы не удовлетворим свою самую базовую потребность в безопасности, пока мы не расслабимся, мы не сможем выполнять своих вокальных задач, задачи, которые мы поставили перед собой на эту встречу, на это выступление. Поэтому здесь, опять же, возвращаясь, то, что ты сказала, очень важно, что мы начинаем об этом думать, да, за несколько дней, мы потеряем сон, мы переживаем. А на самом деле вот это волнение, оно возникает не внезапно, оно тоже так же накапливается. При подготовке к мероприятию, при каком-то контракте, где я работаю с утра до ночи, да, и вот это вот выступление, или придут там директора смотреть, агенты смотреть. Когда я готовлюсь, я пытаюсь отметать все свои волнения, я пытаюсь не прислушиваться к ним, потому что моя задача выучить текст, выучить партию, правильно быть, все выполнить, как должно быть. И в этот момент мы теряем такую вот связь со своим телом, да, что с моим телом-то происходит. А вот эти вот сигналчики, звоночки, и подтверди, если это правда, они на самом деле возникают раньше. Сначала это такие маленькие звоночки волнения, да, и тревоги. Мы, да ладно, справлюсь, еще до этого времени полно времени. Потом они нарастают. Да нет, вот я делаю, я все, что надо, все делаю, все выполняю, иду по плану. И такое до того, если мы не замечаем эти звоночки в начале, то они потом нас накрывают таким большим комом, когда мы не можем справиться. А на самом деле наш организм пытается справиться с этой стрессовой ситуацией, и пока он с ней не справится, мы не сможем выполнить те самые вокальные задачи, перед которыми мы перед собой ставим. И что здесь в этот момент может помочь? Не момент, а подготовка, да, я повторюсь, что это такой на самом деле тоже навык, который надо тренировать, что я себя слушаю, я слышу, я слышу свое переживание, я слышу свои какие-то тревоги на этот счет, я чувствую, да, я отмечаю эти свои страхи, да, они есть. Только когда я работаю в согласии с собой, когда я замечаю эти звоночки, тогда я подхожу к выступлению уже подготовленной, я знаю, на что обратить внимание. И здесь такой момент, когда я слушаю себя, я больше нахожусь в контакте со своим телом, со своими чувствами, и тогда я легче переношу этот фокус внимания на себя. Почему важность происходит? Потому что наш фокус внимания направлен на вне. Как меня оценивать, что обо мне подумают, как закончится это мероприятие. То есть, во-первых, на вне на других людей, то есть я пытаюсь им угодить. Во-вторых, это мы начинаем наши мысли переносить куда-то в будущее, да, а что будет, если... и тем самым мы отдаем туда свою энергию, отдаем энергию в какое-то будущее, которое может быть, может не быть. Либо мы опираемся на опыт негативный прошлый свой, да, который у нас уже был, а вот было так, и сейчас может произойти так же, и тогда я свою энергию, все свое внимание отдаю в прошлое. И что получается? Получается, на самом деле, расхокус. Я подхожу к мероприятию, у меня мысли начинают крутиться, а что будет, если... А вот было так, вот как мне сделать по-другому? А я чувствую страх, я чувствую сердцебиение, дыхание мое скачет, я не могу управлять своим телом. Я пытаюсь сосредоточиться на этом состоянии, пытаюсь с ним справиться, я пытаюсь с ним бороться. В итоге оно только усиливается, оно не дает нам... Все это усиливает. Да, мы всю энергию туда тратим, на эту борьбу. Что здесь может помочь? Прямо остановиться и ответить на вопрос, что сейчас происходит, что я чувствую? То есть вернуть себя в состояние здесь и сейчас. Нашего прошлого, да, его нету, оно уже закончилось, да, у нас может быть негативный опыт прошлого, но оно уже закончилось, все, его нет. Оно осталось только в нашей голове, в наших мыслях. Прошлого нет, стоп, мы можем взять оттуда только опыт. Будущего, его тоже нету. И оно на минуточку никогда не наступит. Будущее тоже только в нашей голове. На самом деле, когда мы отдаем свою энергию либо в прошлое, либо в будущее, мы теряем здесь и сейчас. В общем-то, мы пропускаем свою жизнь. Поэтому это, на самом деле, ключевой момент, который нам может помочь справиться с тревогами, справиться с волнением, вернуть себя в состояние здесь и сейчас. Прямо подумать о том, а что со мной сейчас происходит? Что я сейчас чувствую? А для чего вообще я здесь? Для чего я покажу на сцену? Какая моя основная задача? Что для меня ценно и важно в этом выступлении? Задавая себе такие вопросы, мы тем самым возвращаем опять же фокус внимания на себя, на свои цели задачи, на то, что для меня ценно и важно, а не расплескиваем обо мне, не расплескиваем у других людей, на их мнение, на какое-то будущее, которое может быть, может быть, не быть, на прошлое, а сосредотачиваемся в точке здесь и сейчас. В данном моменте, наносекунду, у нас больше ничего нет. Даже то, что прошло 5 минут назад, это уже прошлое. У нас есть только момент сейчас. И артисты, наверное, хорошо меня поймут, что когда мы выходим на сцену в моменте вот этом здесь и сейчас, когда мы в соединении с музыкой находимся, в произведении, именно в этот момент мы полностью раскрываемся, когда наши мысли не улетают ни в прошлое, ни в будущее, не продумывая, кто и что подумает, а когда мы находимся в произведении, мы чувствуем его. Именно тогда мы через себя пропускаем эту музыку, мы тогда можем делиться своим талантом. Юлечка, а если в голове такой хаос у нас творческих людей, он часто происходит, ты не можешь собраться с мыслями, не можешь прислушаться к себе здесь и сейчас и услышать свои ощущения в данный момент. Ты мне помогала еще с определенной практикой. Расскажи, где было одно или два упражнения, когда могут помочь, если не получается, потому что у меня была такая стадия, когда мне не удавалось, то есть все равно накрывало этот прошлый опыт, когда был и негативный опыт, и страх будет в будущем, и ты не можешь никак собраться. Мысли, они вот таким потоком на тебя накатывают, и ты возвращаешься в свои практики другим, мне уже помогут. То есть ни одно, так и другое. Расскажи, надо себя тренировать, то есть это ежедневное такое осознанное отношение к тому, что происходит в моей жизни, что случается со мной, когда я ощущаю себя и у меня есть контакт с собой, именно тогда вот эти все практики, они мега полезными становятся. Это как тренируйте голос, как тренируйте свою технику, мышцы, точно так же мы тренируем и работаем со своим мышлением. Это тоже такая, как я своим клиентам говорю, это дорога длиной в жизнь. На самом деле очень интересная дорога, такое интересное исследование. И основной момент, который я уже сказала, это нам надо вернуться в точку здесь и сейчас, нам надо почувствовать себя. И одна такая практика, опять же начинайте делать заранее, в любой день, в любой момент, практикуйте для того, чтобы вы когда дойдете до состояния действительно стрессового, чтобы эта практика сработала и сработала на ура на 100%, на 200%. Первое, что стоит сделать для того, чтобы вернуться в себя, это наладить свое дыхание. Сделайте глубокий вдох и медленный, медленный выдох. И еще глубокий вдох и медленный, медленный выдох. Постарайтесь почувствовать, как вы вдыхаете воздух. Этот холодный воздух, он проходит через ваш нос, он опускается ниже, проходит в тело и вы делаете выдох. Также дышать можно в следующем темпе. На 4 счета вы делаете вдох, на 4 счета вы замираете и на 8 счетов выдыхаете. Выдыхать можно через рот. Здесь задача сосредоточиться на дыхании, на том, как вы вдыхаете этот воздух, как он распространяется по вашему телу, каким теплым он выходит. Вы можете понаблюдать за вашей грудной клеткой, как она движется, как надувается ваш живот. То есть вы переносите в этот момент фокус внимания на себя, на то, что происходит здесь и сейчас. Вы чувствуете свое тело, вы входите в резонанс, ваше дыхание, ваше сердцебиение, вы почувствуете, как оно успокаивается. И следующий момент, который тоже поможет вам перенести вот этот фокус внимания на себя, сосредоточиться на себе, встаньте на две ноги, поставьте их на ширину плеч, почувствуйте, как ваши ноги соприкасаются с землей. Это практика называется заземление. Вы можете прям немножечко наступать на ноги, вперед-назад, вправо-влево, чтобы почувствовать, как прочно вы стоите на ногах. После этого продолжайте дышать, обращайте внимание на свое дыхание и переводите еще фокус внимания на свои ноги, на то, как вы прочно стоите на ногах, как вы соприкасаетесь с поверхностью земли. После этого ощутите, как от ваших бродер вниз к ногам на земле идет энергия, спускается энергия, как будто ствола дерева, который заземляется. Это тоже поможет вам сосредоточиться, перенести внимание на себя, прочувствовать свое тело. И в этом дыхе вы продолжаете дышать, вы наблюдаете за дыханием и переносите ваше внимание на ноги, на то, как вы сосредотачиваетесь. Следующий уровень этого упражнения вы на вдохе встаете на высочке и пытаетесь также удержать вот это равновесие. Ваше внимание на ногах, ваше внимание на дыхании. У вас напряжены становятся игры, да, и вы пытаетесь удержаться. Вы можете потом поставить ноги, встать, несколько раз повторить. такой следующий уровень, для того, чтобы перейти от внешнего внутреннего, для того, чтобы успокоить свое дыхание. В этом процессе мы созвучие делаем своего дыхания, своего сердцеберения, ощущений в теле. И если вы сделаете эту практику правильную, вы заметите, что ваши мысли ушли от этого внешнего и переместились внутрь вас на ваши ощущения. И уже из-за этого состояния вы можете выходить на сцену, на публичное влюбление, на какое-то мероприятие, когда вы успокоились и почувствовали себя только из-за этого состояния. Потому что наше тело будет сначала пытаться справиться со стрессовой ситуацией. И таким образом вы можете себе помочь. Уж насколько я эмоциональная и порой вообще с трудом справляюсь со своими эмоциями, без страха, какие-то эмоциональные переживания. Это упражнение, я хочу сказать, что оно очень результативно. Оно мне помогает выступать на разных сценах мира, открывать сгоны в арене Деверона Аиды с дебютом в Аиде, в Торске, в Римской опере, в самых каких-то грандиотных постановках, с самыми сложными собранными ролями и с самыми сложными публичными выступлениями. Именно эта практика, а сейчас допустим, когда я опять повторюсь, провалилась много в старые установки страхи и переживания, мне повезло еще в том, что там в Италии как раз была такая веранда, на которой нас выпустили на 10-15 минут такого перерыва небольшого, зеленая веранда, солнцем залито, свежий итальянский воздух, и эти дыхательные практики, дыхательные упражнения вернули меня к жизни, наполнили меня силой, энергией такой, что ты готова, не знаю, покорять весь мир и твой голос льется, огромные фразы, без какого-либо зажима, то есть это очень-очень результативное упражнение, просто, я не знаю, на вес золота, и даже если у меня настолько эмоциональные артисты, они помогают, они верят, что помогут абсолютно всем, и они несложные, несложные, но опять же, нужна практика, нужна практика, да, еще такой момент, да, что очень важно уметь рассоединяться вот с этими своими мыслями, да, которые начинают а во время этого упражнения только и удается, да, как раз ты сможешь проходить, ты фокусируешься на себе, на своем теле, ты прислушиваешься к тебе, как вот дыхание через тебя проходит, как ты почву под ногами начинаешь ощущать и на сцене, и во время всех этих выступлений, это удивительное упражнение, которое, вот, я настойчиво рекомендую всем выучить, оно очень простое, перед всеми важными выступлениями, можно правильно передавать, начать практиковать, начать практиковать каждый день, по чуть-чуть, каждый день и на репетициях, и, да, однозначно даст свои плоды, результативно будет, и уверена, что вы не раз будете благодарны Женю Ле Ворониной. Самооценка очень важная тема для каждого из нас в любой сфере деятельности. Я недавно наблюдала такой опыт, когда со мной пел очень талантливый певец, с потрясающим, уникальным голосом, но работодатели дали предпочтение менее одаренному молодому человеку, с более слабыми вокальными датами, но зато с более высокой самооценкой, этой уверенностью, себе, этим стержнем, и уже, не в первый раз наблюдая подобную картину, я понимаю, какую огромную роль в нашей жизни играет самооценка, и то, что нам никогда не надо недооценивать значение этого слова и работать над ней на всю жизнь. Конечно, самооценка – это то, как правильно Света сказала, то, на чем можно работать всю, всю жизнь, и на что здесь тоже стоит обратить внимание. Как закладывается наша самооценка, конечно же, она взялась не просто так, она закладывалась в течение жизни, и очень часто у артистов сильно падает самооценка, когда они входят в профессию, слышат много критики, начинают сравнивать себя с другими, впадают в эти вот в рамки ограничения, начинают себя больше и больше ругать и критиковать, тем самым они вроде как работают над качеством, да, мы стараемся, мы делаем, мы работаем все лучше, 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 но чем больше мы себя ругаем, тем больше мы начинаем обесценивать то, что мы делаем, тем меньше мы начинаем верить в себя И наша самооценка потихонечку, постепенно падает Здесь очень важный момент Старайтесь прямо останавливать себя, когда слушаете внутри внутреннего критика в голове Вот, опять не получилось, опять не сделал, опять неправильно Поддержите себя, воспитывайте вот эту внутреннюю свою поддержку, внутреннюю опору Когда я могу опереться на себя Когда я могу себя поддержать, даже если внешне этой поддержки нет Замечайте те моменты, которые у вас получаются Сравнивайте себя с самим прошлым У меня сегодня получается то, что не получалось месяц назад Посмотрите на тот путь, который вы уже проделали Вы можете завести дневник достижений Первое, что туда сделать, это выписать 20 достижений в вашей жизни И это достижения могут быть абсолютно любыми Могут быть в профессии, могут быть не в профессии И дополняйте этот дневник каждый день Вечером, когда вы, например, перед сном Анализируете свой день и пишете В чем я сегодня молодец Я молодец, да? И хотя бы 3-5 строчек о том, в чем вы сегодня молодец Тренируя ежедневно такую поддержку себя Вы начнете больше доверять себе, больше верить в себя И уже будете видеть свой рост Будете видеть свои вот эти вот ступенечки, что я уже сделала И сейчас предлагаю вам такое небольшое упражнение Чтобы, наверное, так продиагностировать На каком уровне сейчас находится моя самооценка И куда я хочу в этом расти, куда я хочу стремиться И вы можете взять ручку свою, встать или сесть И вот так вот медленно Если моя самооценка на десятку Это супер самооценка, когда я верю в себя Вот на макушечке где-то здесь находится И относительно вот этой вот макушечки, вот этой десятки Где сейчас моя самооценка Вы можете прикрыть глаза, сделать несколько глубоких вдохов, выдохов Синхронизироваться со своим телом, со своим сердцебиением И медленно-медленно опускайте и поднимайте руку Думая о том, что на макушке моя самооценка на десятку Где сейчас моя самооценка И вы почувствуете, в каком месте в вашей руке хочется остановиться Это может быть здесь, может быть здесь, может быть здесь Запомните это ощущение того, где моя самооценка сейчас, в данный момент И почувствуйте, какой я там, какая я там Посмотрите, какой образ приходит мне в этом состоянии Это может быть человек, это может быть какое-то существо Это может быть просто какой-то предмет, какой-то образ Что это за образ, который я ощущаю в этом месте В этом месте своей самооценки Подумайте про несколько слов, которые вы можете ссоциировать С этим образом, с этим местом своей самооценки Какой, какая я здесь Запомните его, отпустите И сейчас следующий момент И мы переходим с вами ко второй части упражнения Делаем такое небольшое волшебство И задайте сейчас себе вопрос А какой я, какая я, если моя самооценка на десятку Можете также поднять руку на то состояние, где вам комфортно Это может быть здесь, на макушке, может быть чуть-чуть пониже И почувствуйте себя, когда ваша самооценка повысилась Когда ваша самооценка стала на десятку Что я ощущаю, как я чувствую себя Какой образ приходит мне в этом состоянии Какие слова я могу подобрать в этом состоянии Здесь тоже у каждого будет свой образ Возможно, это возникнет образ королевы или льва И какие-то слова, которые смогут это состояние ваше заикарить Почувствуйте, как изменилась ваша осанка, ваше тело, ваше ощущение Запомните это состояние И именно это состояние вы можете брать и одевать на себя Как такой некий костюмчик Когда вам надо выйти на какое-то мероприятие и на выступление Юречка, огромное спасибо за такие бесценные советы Которые очень результативно все это работают на деле Нас, наоборот, все же стучили некому такому самобичеванию Которое очень часто служит во вред И дополняет определенные зажимы в нашей профессии, в нашем мышлении И тормозит нас в определенном движении вперед И вот даже вот эта вот похвала, вот себя похворить Что я такой молодец, я получила эту роль Я качественно исполнила этот романс Уже принимает нашу самооценку Помогает двигаться дальше Это даже влияет на нашем гонораре То, сколько нам готовы уже заплатить работодателям То есть это очень важная тема, которую правильно я сказала Можно развивать и работать над ней всю нашу жизнь Это очень полезная работа Я очень благодарна тебе за твои также марафоны За все твои занятия Что ты мне дала за ту информацию Которую мы сегодня поделились с моей семчайной аудиторией Спасибо тебе огромное Это бесценное Я тебе очень ценю и благодарю тебя за наш эфир Спасибо большое за эфир и за интересные темы Спасибо за просмотр!